На территории Тверской области за прошедшие выходные произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек погибли, 36 получили различные ранения. Основные дорожно-транспортные происшествия произошли на региональных дорогах, на основных региональных дорогах, соединяющих территории муниципальных образований Тверской области. На скоростной автомобильной дороге М11 в Вышневолодском районе дорожно-транспортных происшествий не зарегистрированы. На федеральной трассе М9 также дорожно-транспортных происшествий не произошло. На федеральной дороге М10 России произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 человек получили различные ранения. На территории областного центра произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили различные ранения. С участием несовершеннолетних два ребенка погибли. Одно из них произошло 4 числа на автодороге Тверь-Жеф в Старецком районе, где водитель, житель Смоленской области, двигатель в направлении города Твери, совершил выезд на сторону дороги, признающий движение в австречном направлении. Совершил столкновение со встречным транспортным средством. В результате ДТП несовершеннолетняя, находившаяся на заднем сидении, не пристегнута ремнем безопасности, без детского удерживающего устройства. В результате ДТП выпало из автомобиля и погибло. Также в ДТП погибла ее мама, находящаяся на переднем пассажирском сидении. Также серьезное ДТП произошло на автодороге Беженск-Кесова гора Кашин. В результате данного ДТП также погиб несовершеннолетний, находящийся в автомобиле на переднем пассажирском сидении в детском кресле. За рулем находилась его бабушка, которая также скончалась в дате ДТП. Причиной послужил выезд данного автомобиля также на встречную сторону дороги, где произошло столкновение с движущейся в австречном направлении автомобилем Ситроен. Всего с сопутствующими зимними условиями, которые повлияли на прошедшее дорожное происшествие, прошло 15 ДТП, в таких ДТП 7 человек погибло и 21 получили ранения, где можно сказать, что мы наблюдали зимние недостатки содержания дорог. Всего за прошедший период сотрудниками госавтоинспекции в адрес владельцев дорог подрядных организаций было видно более 400 предписаний, часть из которых осталась неисполненной. Всего нами возбуждено 25 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц, соответственно, за содержание дорог. И также 9 в отношении юридических лиц – это собственники дорог и те организации, которые по соответствующим контрактам отвечают за зимнее содержание. У нас возникали и без этого перекрытия проблемы с горбатым мостом, в связи с тем, что в связи с большим количеством выпавшего снега, недостаточной, скажем так, уборкой данного путепровода, произошли серьезные затруднения в связи с тем, что грузовики буксовали и не могли подняться на мост. В настоящее время этот узел развязан. На месте работает экипаж ДПС. Принятыми мерами нам удалось избежать, скажем так, полного блокирования движения. Действительно, по данному мосту предполагается на 4 дня по 4 часа перекрытие данного моста в связи с необходимостью технологических процессов в его ремонте. Однако мы однозначно скорректируем время, может быть, даже даты, исходя из тех погодных условий, которые мы имеем, и постараемся минимизировать, скажем так, последствия вот этого перекрытия. Продолжение следует...